Добрый день, друзья! Здравствуйте, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в уроках следующая. Бронхиты. Все виды бронхитов. Почему все виды? Анатомия в помощь. Посмотрите, пожалуйста, что может вызывать бронхит, как он начинает, скажем, себя проявлять и какие нюансы нужно знать при бронхите. Итак, бронхологическое дерево. Анатомия вам в помощь, уважаемые зрители. Посмотрите, как оно проходит и располагается. И мы видим, что меридиан сердца, особенно внутренний канал сердца, что контролирует бронхологическое дерево. Также нижнюю часть бронхологического дерева, откуда что скапливается слизь, в случае слизь может быть гнойная, может быть прозрачная. И что человеку тяжело эту слизь, что выхрекать из себя. Вследствие чего начинаются хрипы, боли, недомогания. Конечно, можно при бронхите остром помочь себе антибиотиками. Это не проблема, это даже очень хорошо. Но помните, что злоупотреблять антибиотиками не следует. Потом можно уже включать оккупантурные точки. Диагностика 12 меридианов обязательно. Почему? Потому что если вы внимательно посмотрите, как проходят меридианы, как они простираются по нашему телу, и мы с вами увидим, что не только меридиан сердца контролирует бронхологическое дерево. Здесь же и меридиан легких, и меридиан желудка, и меридиан желчного пузыря, меридиан толстого кишечника, меридиан печени, меридиан поджелудочной железы. И, пожалуйста, внимательно смотрите, как проходят внутренние каналы, и вы поймете, о чем мы говорим. Поэтому диагностика 12 меридианов частенько должна проводиться у тех людей, которые страдают острым бронхитом, хроническим бронхитом, дети часто страдают бронхитом, которые люди уже застарелы бронхит, это среди курильщиков. Частенько люди переохлаждаются, и переохлаждение бьет на бронхит, проявление. Почему? Потому что легкие – это инь, переохлаждение – это инь, и не инь, вследствие чего воспаление – янь. Вот вам и пожалуйста. Очень просто образуется такая болезнь. Ну и, конечно же, проявление бронхит – это слабый иммунитет. Частенько говорят люди. Что необходимо делать? Необходимо помочь в первом этапе антибиотики, второй этап – можно что? Включать акупантурные точки. Диагностка 12 меридианов приоритетна, и точка С1-зи-дюань нам в помощь. При избыточном проявлении энергии, ци общего, данная точка расслабляется. А если энергетика общая, слабая, вялая данная точка, что тонизируется, активизируется, вследствие чего? Что мы посылаем энергетику через данную точку по внутреннему каналу, сердце, которое что и начинает работать с бронхологическим деревьем, либо с труднодоступными местами в бронхологическом дереве, в котором что скапливается, мокрота в нижней части и плохо выводится. Вот, все элементарно, просто только что необходимо заниматься и делать. Спасибо за внимание.